Эфир телеканала ОТС продолжает программа «Экстренный вызов». В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. В Ленинский районный суд из изолятора временного содержания сегодня привезли предполагаемого педофила. Пока ему инкриминирует только один эпизод, но у правоохранителей есть все основания полагать, что фигурант причастен к серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В ходе предварительного следствия установлено, что утром 18 мая этого года в подъезде дома, где проживает потерпевшая, неизвестный мужчина совершил в отношении нее развратные действия, после чего злоумышленник скрылся с места преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации. Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. В кратчайшие сроки фигурант по делу был задержан сотрудниками полиции. На Горском жилмассиве уличная камера зафиксировала, как тот же персонаж попытался запустить руки под юбку старшеклассницы. СК ищет и других пострадавших. Обращаться в ведомство можно по телефонам, указанным на экране. Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме, но решение об аресте сегодня суд не принял. Фигуранту продлили срок задержания на 72 часа. За это время следователи должны собрать дополнительные доказательства его нездорового пристрастия к детям. Не кормили, запирали в туалете, бросали дома одного, заставляли купаться в холодной реке зимой, систематически избивали резиновым шлангом, шумовкой и ремнем. Мать и отчим шестилетнего мальчика, убитого в кудряшах, попытались обжаловать приговор. В середине февраля Новосибирский областной суд поставил точку в деле Натальи Мутагаровой и ее гражданского мужа Ивана Бакланова. Нерадивую мать приговорили к 14 годам общего режима. Жестокого отчима лишили свободы пожизненно. Судом Бакланов и Мутагарова признаны виновными в умышленном причине тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка, повлекшего за собой психическое расстройство, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего. Они же признаны виновными в совершении убийства малолетнего с особой жестокостью. Это преступление потрясло жителей поселка Кудряшовский в марте 21 года. Пока ее официальный муж, рецидивист со стажем, коротал очередной срок, Наталья нашла утешение в объятиях нового ухажера. Ивану Бакланову она родила двоих дочерей. На пособие пара покупала алкоголь. В пьяном угаре мужчина колотил не только сожительницу, но и ее сына от первого брака. Что-то с мальчиком случилось, и он спрыгнул с балкона. То есть весь избитый, побитый, в одних трусиках. Задавали вопрос, что случилось. Он говорит, меня избил отчим, не отдавайте, пожалуйста, меня родителям. Соседи били тревогу, но из семьи мальчика так и не забрали. Мать и отчим воспитывали ребенка кулаками, ногами и всем, что попадалось под руку. В день трагедии, 19 марта, горе родители тумаками заставили дошкольника, который даже всех букв не знал, читать книгу 101 Далматинец. Мутагарова в суде пыталась доказать, что ее не было на месте преступления. Мол, уезжала в город за новым телефоном, а когда вернулась, увидела бездыханное тело сына. Бакланов предложил ей избавиться от трупа и обо всем молчать, но она вызвала полицию. Нет, я считаю, что она невиновная. То, что он ее запугал, то, что она боялась. Ну, видно, что он бил, то, что у нее на макушке было две залысины. Она лысая вообще была. Я говорю, Наташа, отчего ты лысая? Да, мол, это от беременности. Я говорю, какой беременности? А потом она мне уже сказала, когда мы на свиданку к ней поехали, она мне сказала, что это Ваня мне выдирал этот волос так. Несмотря на то, что сожители сваливали вину в смерти ребенка друг на друга, суд пришел к выводу, что 55 ударов маленькому мальчику они нанесли вместе. Мутагарову, помимо прочего, оштрафовали на 40 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Но 5-й апелляционный суд освободил ее от наказания по этой статье за давностью лет, хотя в целом сроки оставил прежними. Теперь из СИЗО мать переведут в колонию общего режима, отчима отправят на зону с особо жесткими условиями содержания. Академик Александр Асеев сегодня выступил с последним словом в суде. Бывшего председателя Саран обвинили в многомиллионной афере со служебным коттеджем. Дело это не только скандальное, но и затяжное. Первые претензии к ученому правоохранители и коллеги начали высказывать еще в далеком 2017-м. 76-летний академик Александр Асеев пришел на сегодняшнее заседание подготовленным. На груди ордена и медали, в руках увесистая пачка бумаг, послужной список и медицинские справки. Несколько раз по причине здоровья бывшего главы сибирского отделения РАН приходилось переносить процесс. Именитого ученого обвинили в незаконной приватизации элитного жилища в Академгородке. Из корыстных побуждений с использованием своего служебного положения и в нарушении действующего жилищного законодательства решил организовать предоставление ему как сотруднику Академии наук коттеджа, находящегося в оперативном управлении Саран и являющегося федеральной собственностью, также заключение с ним договора найма указанного жилого помещения и дальнейшую его приватизацию. При этом нуждающимся в предоставлении ему жилья он не являлся. Трехэтажный особняк впечатляет. Он даже внешне отличается от других коттеджей академиков. И неудивительно. Те дома были построены еще в 60-х годах. Служебное жилище Асеева снесли как аварийное, а на его месте он возвел современную усадьбу. Дорогостоящий ремонт также провел за счет бюджета. Соседи до конца не верили, что делает это руководитель настолько нагло, открыто и для себя. Асеев обещал, что этот коттедж, он будет построен для сибирского отделения, а не лично для него. Он обманул и обманул уже, так сказать, в своей деятельности не первый раз. Собственно говоря, дальнейшие шаги по приватизации этого коттеджа семьей академика Асеева, они все были, значит, этот процесс был сшит белыми нитками. По версии следствия, когда коттедж в 600 квадратов с парковкой и гаражом был готов, там прописалась дочь ученого, которая на самом деле жила и работала во Франции, не въезжая в Россию, довольно оперативно она приватизировала жилище на себя. И госимущество стало частной собственностью. Основание и порядок выделения этих служебных коттеджей был полностью идентичен той процедуре, по которой выделялся коттедж мне, как директор института физики Попородников. Практически все эти коттеджи были приватизированы в 2015 году. Всего в Саран было приватизировано более 80 коттеджей. Ущерб государству оценили в почти 46 миллионов рублей. К своему последнему слову академик подготовился основательно. Речь заняла два часа. Асеев дал оценку показаниям свидетелей и доводам обвинения. Цитировал документы. От технического перерыва отказался. В своей невиновности уверен. Мне даже в голову не могла прийти мысль о том, что приобретение мной, членами моей семьи, жилищных прав в отношении коттеджи, а также приватизацию моей дочери Асеевой, Ольги Александровны, вдруг с легкой руки сотрудников силовых структур, следователей прокуратуры Новосибирской области, окажется мошенничеством. В прениях гособвинитель запросила для академика пять лет лишения свободы условно и штраф полмиллиона. Защита именитого фигуранта от комментариев воздержалась. Все ждут окончательного решения. Судья взяла время на обдумывание и приговор провозгласит через три недели. Распылил газовый баллончик и отобрал личные вещи. Случайное знакомство с последующей спонтанной алкогольной вечеринкой закончилось для жителя советского района. Новосибирска большими проблемами. Собутыльник ограбил его и едва не лишил зрения. Мужчины распивали спиртное прямо на улице. Проходя мимо торгового центра, новый приятель внезапно вытащил из кармана перцовку, брызнул в лицо потерпевшему, схватил его личные вещи и стремительно скрылся. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Все действия засняли несколько камер наблюдения. Отсмотрев видео, оперативники уголовного розыска вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался ранее несудимый 29-летний житель Бердска. Его уже задержали, похищенные вернули хозяину. И последнее. Вслед за рабочим, уронившим мешок штукатурки на голову коллеги, под суд пошел и прораб, которого обвинили в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Смертельный инцидент на улице Тайгинской произошел в октябре прошлого года. На строителя с высоты 12-го этажа упала 25-килограммовая упаковка смеси. Шок Жахона, обдумали, кого вменили причинение смерти по неосторожности. Он предстал перед Фемидой в начале мая. Накануне в Калининский районный суд Новосибирска поступило и дело исполнителя работ. Который допустил на объект необученного техники безопасности штукатура и не огородил зону потенциального ЧП. Аганесу Аганесиану инкриминирует 216-ю статью Уголовного кодекса. На этом пока все. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам на WhatsApp номер 8 983 510 2005 или на электронную почту редакции. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме экстренной НСК. В студии работала Мария Никитина. Берегите себя. До встречи. На ОТС.